Алло. Олег, здравствуйте. Это Аваков, Министерство внутренних дел Украины. Здравствуйте. Я смотрю, номера не видно, не хотел ответить, но потом передумал. Я с коммутатора звоню. Я звоню по поручению руководства, то есть мне поручили позвонить по линии МВД вам. Дело в том, что наше руководство общалось с вашим президентом, и там, я думаю, вы в курсе, что уже был поставлен вопрос того, что ваш гражданин Ренат Усатый приезжает в Одессу завтра и будет проводить встречу с бизнес-партнерами. Собственно, вот мне поручено его задержать на 48 часов и передать потом вашей стороне. Как бы нам это сделать лучше всего? Я подумаю об этом. А как вам с вами дальше связываться? Ну, перезвоните мне на этот номер. Я по-другому вопрос хотел вам звонить сегодня. Мы покупаем у вас на полмиллиона наших лей, эти самые газовые гранаты и так далее. Это, наверное, будет отдельный разговор. Я потом перезвоню, детально расскажу, что нам нужно. Нам нужно просто позволить, чтобы мы привезли на нашей технике в молдавской полиции, чтобы не брать гражданскую технику, дозвол и так далее. Вы имеете в виду слезоточивые баллоны? Слезоточивые, да, газовые баллоны. Ну, это, наверное, в связи с вашими выступлениями массовыми? Да, да. Деньги бюджетные. Деньги я получил у правительства для этого. Так что деньги, в принципе, бюджетные. В принципе, у нас уже все готово. А это чье оборудование? Ваше, украинское. Ну, я вас понял. Давайте решим это в рабочем порядке. Буду ждать вашего звонка. Я перезвоню, да. Спасибо. А ну, здравствуйте. Здравствуйте. Это Олег Балан Кишинев, министр МВД. Да, да, да. Это помощник. Как можно связаться с вами? Я сейчас скажу, он через 5 минут освободится. Я передам, он вам наберется. У меня такая проблема. Пока он освободится, вы передайте ему вот что. Я попросил контактного человека там, чтобы мои опера туда поехали, и там на месте решат все вопросы. Хорошо. Это будет самый лучший вариант. Отлично. Хорошо. Чтобы мы не общались по телефону, по деталям. То есть, ему вам звонить? Да, да. Или вы мне дадите контактного телефона, он знает о чем. Ага, хорошо. Хорошо, ладно. Или вы позвоните и дайте там контактного телефона у офицера оперативников, с кем там связаны. Учальник управления и так далее. Хорошо. Он знает, о чем идет речь. Хорошо, я понял. Да? Спасибо. Добрый день еще раз. Это Арсен Аваков. Я сейчас вам продиктую номер своего человека. Это Максим. Он будет в курсе. Сейчас, 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 минутку. Ему позволят начальник управления и поедут сюда. На месте, лучше так, не по телефону. Мои ребята поедут и туда на месте все объяснят, все покажут, все сделают. Алло. Да, Максим Валерьевич. Да, вот сейчас нормально. Значит, и меня зовут Валера. Мне передало мое руководство связаться с вами. Я замначальника управления спецопераций МВД Республики. И мне объяснили в двух словах. Я хотел бы с вами уже поговорить по поводу завтрашнего события, что должно быть там. Вот смотрите, значит, нам передали, в общем, завтра он прибывает в Одессу 17.55. Аэрофлотом. Когда? Аэрофлотом завтра в 17.55. Ага. Значит, мы его, ну, рейсу 18.28. Ага. Далее он едет у нас в гостиницу Бристоль. У него бронь есть. Ну, мы его будем везти от аэропорта. В общем-то, все зависит, опять же, от того, как вы к нам приедете. Можем до этого встретиться. И поэтому я вас и набрал. Потому что, конечно, до этого надо встретиться. Я думал, вообще-то, завтра утром или сегодня вечером уже как бы поздно. Но на завтра утром можешь приехать с вами, переговорить уже об этом субъекте. Да, конечно. Ну, смотрите, я не знаю, как у вас, но мы уже там, то есть у нас полностью готовы. Мы сотрудничаем со всеми ведомствами уже. Да. Я просто хотел вас спросить, что от нас нужно? От вас? Я не знаю. Нам нужно, мы, во-первых, думаем его по формальному поводу взять 48 часов. Ну, упаковать, да, на 48. Да. И нам нужен какой-то ордер с вашей стороны, да, поскольку что-то не объяснили, возможно, от вас сделать, поскольку он должен явиться на допрос. Да. И, соответственно, завтра он на него не явится. То есть сутки пройдут. И чтобы это сделать оперативно, как раз на вторые сутки можно какой-то там законный ордер получить в суде. С вашей стороны. По нашей линии. Понял. Что касаемо вот этой всей истории, у него же, я так понимаю, есть какие-то аудиозаписи. Вот что-то надо взять и все, что у нас есть, приехать к вам утречком. Да, мы хотим. Сесть, обмозговать и принять решение, думаю, вот так. Ну да, потому что мы не можем взять. Я могу вас набрать где-то в течение часа. То есть я минут через 10 буду в кабинете, посмотрю, что у меня там есть. Да, посмотрите. И набрать вас на этот номер, да? Но вы планируете один или с вами там еще будут? Да зачем нам больше людей? Я думаю, один человек. Мне надо, чтобы человек, который его лично знал, знал. Я хорошо знаю, потому что я занимался этим. Ну понятно. То есть я думаю, не знаю. Не, ну вы имеете в виду, что этот человек непредсказуемый. Я его очень хорошо знаю. Он непредсказуемый человек. Он может такое натворить, то есть заказать и не приехать. Он может такое. Потому что он такой у нас авантюрист. Давайте тогда чуть-чуть... Олегович, просто я сейчас на дороге и плохо вас слышу. Я где-то в течение часа могу набрать вас на номер. Да, набирайте, конечно. Я в кабинете буду и нормально спокойно. Давайте в кабинете тогда. Спасибо. Все, договорились. Алло. Да, Валерий. Удобно говорили, Александр Леонидович? Да. Я просто жду, вот что сейчас вышел от нашего, от министра, начальник полиции нашей, да? Уже еще с ним переговорить, что, наверное, там с министром кто-то разговаривал по поводу данного. Ну там по нашей линии, скорее всего, кто-то общался. А вы с милицией или с другой службы? То есть мне не объяснили вообще. Я с МВД. С МВД, да. Угу. Ну просто у нас, у нас главный инспектор от полиции в КОНИКО. И мне дали ваш номер телефона, сказали созвониться с вами, переговорить по поводу. Значит, я все, что имею в отношении вот этого, да, я все беру с собой, то есть. И приехать к вам и сесть, не знаю, завтра утром или как у вас получится. Ну, мы готовы, как вы скажете, в общем-то вас ждать. Угу. Как вам? То есть, как бы нормально, как нормально было бы, чтобы я был у вас? То есть, или могу сейчас ночью выехать и завтра утром выйти? Как вообще лучше будет? Ну, давайте лучше так и сделаем, наверное, что с утра вы к нам, думаю, доедете. Да. Мы вас встретим в главном управлении. Да, да, да. И мне наберете, и я вас... Да. Это куда надо подъехать? Туда вы... Еврейское 12. Областное? Да, областное управление, Еврейское 12. Ну, я... Ну, да, посмотрите. В общем, мы планируем как делать? Мы планируем 17.55 его везти от прибытия. То есть, мы его не будем... Трогать не будем. Трогать не будем, да. Посмотрим, как у них там встреча пройдет с нашим 17. Не знаю, когда. Все будем смотреть дальше по прилету, куда он двигается. Ну, и я думаю, после этого можем его как-то формально взять. Ну, это вы еще не определились, если да или нет, да? Ну, почему? Все зависит от вашего решения. Если у вас будет какой-нибудь там в планах ордер, то сделаем так. Ну, да. Ну, мне поставили еще одну задачу, собственно. Сказали, что у него есть какие-то там материалы, которые надо у него изъять. Ну, это да, может быть, да. Мы можем его, в принципе, как-то закрыть и воздействовать, поработать. Я могу вам его там передать. Я понял. Значит, по-любому надо будет утро встретиться, сесть, нормально обговорить. Да, вы еще будете на связи. Я уже после того, как поговорю с начальством, еще раз попозже наберу вас, да? Да, да, и договоримся уже по всех. Да, окей, понял, хорошо, давайте. Спасибо. Алло. Алло. Так не вышло наше руководство. В любом случае, я завтра буду у вас. Как вас найти? Смотрите, еврейская 12. Да. Главное вопрос. 12, да? Да, как подъедете, ну, либо заранее там, когда будете подъезжать. Ну, да, да, да. Вы к 8 уже будете, наверное, да? Или раньше? Да, я завтра с утра этим буду делом всем заниматься. А, только этим не он. Понял. У вас что будет? Ну, я беру все, что есть у меня, то есть, и уже по месту приеду и обговорим, какие у нас есть вообще. А что касаемо ордера? Да, я хотел бы приехать и поговорить, что, не знаю, по телефону. Ну, ладно тогда. В общем, завтра во сколько ориентировочно? 8 будете? Да, я могу и раньше, но это уже буду ориентироваться, как вы будете. Я в 8 буду на месте. Уже будете на месте. Ну, все, значит, в это время уже буду где-то рядом, я вас не дал. Хорошо. Ну, все равно за ночь мы еще будем думать и конкретно, что там делать. Давайте договорились. Да, спасибо. Все хорошо. До этого вечера. Алло. Максим Олегович. Алло. Алло. Еще один вопрос у меня есть. Да. А вы можете мне вот сказать в двух словах вообще с какими бизнесменами он собирается там завтра у вас встретиться? Вообще профиль их, этих бизнесменов какой? Так, там, соответственно, он будет по медицинскому оборудованию с ними общаться. Так, так. Для севера Молдовы. Оборудование. Это ваши бизнесменов? Да, он хочет там, они хотят закупить у них партию. То есть наш человек хочет у них закупить, да? Для севера Молдовы. Для севера, так и сказал, да? Да. Понял. Да, да, есть. Вот. Ну, что у них там на самом деле, я таких, такой информации пока мы не обладаем. Просто у них там еще будет встреча, помимо этого, он там договаривался с некоторыми нашими пророссийскими. Но они бизнесмены, то есть их деятельности соответствуют его запросам, да? Да, это то есть реальные люди совершенно. То есть реальные люди и все нормально, да? Ну, помимо этого, он будет встречаться с пророссийскими нашими некоторыми активистами. Да, да, там есть эта ваша организация, она еще действует, там, ПСРА или какого-то. Да, и вот мы с ним тоже это слушали посредственно, что там они общались с ним. Понял. И завтра непосредственно с ним. Вот непонятна нам цель на самом деле вот этого общения. Я понял. Просто я, что мы думаем, блядь. Он человек у нас непредсказуемый, очень непредсказуемый человек. То есть он любит делать сюрпризы, блядь, любит играть в игры. И как бы он дурак, блядь, я не думаю, блядь, что он лезет на Украину, блядь. Он же знает, что он не сделает трюк. Я не знаю. Сегодня в Москве. Он любит такое делать. Он способен на такое. Сказали, что он там планирует. Да, да. Я его хорошо знаю. Он, блядь, это может забронировать, зарезервировать. Всем говорит, что едет. А на самом деле он может оказаться в другом месте, в Зелноу Шарыч. Он такой у нас. Ну, а вы у себя его как... Уже... Я не знаю. Мы, в принципе, его возьмем. Да, да, да. Я понял, что вы имеете в виду. И поэтому я это самое ждал и вот жду. Потом, может, сегодня они были, там, разговаривали с этими прокурорами. И поэтому я еще не знаю ничего вот по поводу этого. И поэтому не могу вам сказать на следующий момент. Поэтому я и говорил вам, что жду от руководства. А вы выезжаете? Алло. Да, вы выезжаете. Да, в любом случае я буду. Я буду по месту поговорим. У нас есть... Есть пару... Это самое, идей по поводу этого. И хотели бы завтра уже обговорить уточку. Ну, по месту я буду. Я объясню вообще все, что касается этого человека. Что уже поняли, сделали себе уже, как бы... Но мы со своей стороны делаем все. У меня задача поставлена забрать вот эти материалы, которые будут снять. Да, да, да. Передать... У нас есть пару идей. Я хотел бы... То есть завтра уже не хочу по телефону. Завтра уже сесть нормально, поговорить утром. Хорошо. Хорошо, Максим Ильич. Если что, вы еще будете на связи? Да, я на связи. Да, да. Я вас наберу попозже. Как будете... В Бельске комиссариат полиции, исполняющим обязанности комиссара муниципия Белтс, значит, назначен Валера. Кто такой Валера? Фамилия у него Кожакарь, но его больше у нас в стране знают как Валера, и объясню вам почему. Значит, несколько лет назад российские пранкеры Вован и Лексус, если вы помните, они поговорили по телефону, тогда вся страна смеялась, с президентом Молдовы Николаем Тимофтий от имени Саакашвили, с министром внутренних дел Олегом Балан, и поговорили по телефону с Валерой. Хочу вам напомнить эту историю. Значит, мои источники в службе безопасности Украины предупредили меня, я уже шел на посадку в аэропорту Домодедово, должен был лететь Кишинёк, где меня предупредили о том, что тебе не нужно прилетать, потому что тебя ждет наше подразделение, специальное подразделение СБУ вместе с МВД. Значит, самолет в Кишинёве не сядет, этот самолет сядет в Одессе, так как Кишинёв откажет по техническим причинам. Значит, задача вытащить тебя из самолета, посадить КПЗ и просто физически поломать. Значит, я сначала думал, шутят, но эту информацию мне подтвердил через 10 минут еще один источник. Вот этот Валера, фамилия которого Кожакарь. Человек, который стал очень известным в... Я просто... Стал очень известным в молдавской политике, благодаря тому, что первый скандал, связанный с ним, его уволили из полиции за то, что он скрыл информацию, все помнят скандал, связанный с Подурья-Домняска. Когда погиб молодой парень на охоте. Он был тогда комиссаром Фалешт. Я даже был знаком с ним в это время, я вам другое скажу. Потом, так как он являлся человеком Кавкалюка, а Кавкалюк в то время работал на Филата, на Балана, значит, этот паренек появился в ДМС, с дирекциями Сюнис Печали. За всю трудовую деятельность Валеры, Валера занимался всеми грязными историями. В том числе, когда они писали рапорт, когда Патрию сняли из выборов. Вы помните, когда газетам, степлером прикрепляли купюры по 100 лей, для того, чтобы подготовить материал о снятии партии из выборов тогда. Вот этим всем занимался в том числе Валера. Здесь на записях он признается о том, что он готов участвовать в незаконном задержании, фабрикации уголовного дела и так далее. Я вам покажу про Валеру. Пранкер убедил замглавы МВД Молдавии ехать на Украину ловить оппозиционера. Я распечатал несколько заголовков. Валерий Кожукар, политист, виркари арфифилату, пенаталья, амураль, шада, демиссия, антро, зику, кавкалюк. Ричан в свое время, который убрал этого Кожукаря, баланс его вернул, значит он работал и начальником отдела, и зам начальника комиссии испечали, это один из самых верных людей кавкалюка. Хочу вам сказать еще один очень важный момент, что на сегодняшний день есть возбуждены уголовные дела. И я вам покажу про журналист Наталья Мураль, президенту платформы МИДА Андрея Настаса, президента ПАС, дамы Майя Санды. Я хочу вам сказать, что Валерий Кожукар, фосшефа дирекции номер 5, фигуре за педосарелой пенали, динтерчептери телефонича, мембрилор партийилор политики ПАС и ППДА. ПАС, уровня сказал своей, бессazoиду tangent за т 조만 Caesar, Huge Журналистiques Наталья Дипашираа Трибуктору Нучивimmers Ви외 Чинирой, Иван Виктор П vibe. Я хочу напомнить, когда встал вопрос о том, что готовилось мое похищение в Москве, в этой же группе был Валера. Сейчас Игорь Додон сделал предложение. Я уже говорил о том, что Кавкалюк это партнер политический Додона и стоят у него там филаты и еще некоторых право грязные задачи на ближайшее время. Если Додон выиграет президентские выборы, Кавкалюк он обещал, что торжественно вернет его руководителям полиции и Валеру вернет также на высокую должность. Значит, товарищ Валера Кожакарь. И я, и все нормальные сотрудники полиции в этой стране знают прекрасно, кто ты такой. Валера Кожакарь это один из тех полицейских, который должен был сидеть в тюрьме за весь тот беспредел, которым он занимался. После того, как Плохотнюк сбежал из страны, следом за ним Виталию сбежал, значит, этот самый Валерий Кожакарь, сейчас его Додон вернул, назначат исполняющим обязанности комиссара Бельс. За два месяца разобраться с Усадом. Значит, хочу сказать тебе, Кожакарь, ты для меня не полицейский. Ты для меня... Есть полицейские в стране, нормальные ребята, которые есть и в Сибири, и в Чиня, и в прокуратуре. Я понимаю, что Досар-Интентант и Чиня, там тебе Флоча сегодня поможет с Додоном. Но я лично, как гражданин страны, Ренат Усад, как примар муниципиа Белс, как лидер партии, говорю тебе, что тебе жизни в Молдаве не будет. Ты сядешь в тюрьму, потому что ты, Валера Кожакарь, преступник и мошенник. И если у Настаса, который проработал в МВД, не хватило возможностей или качеств руководителя МВД, значит, тебя посадить, то я, Валера, тебя посажу. Потому что ты не полицейский, Валера, ты мусор. В стране все знают, что есть полицейские, а есть мусора. Ты, Валера, мусор, который сегодня в Бельс приехал в город, где за последний год у нас впервые, чтобы вы знали, у меня не было ни одной претензии к комиссариату полиции Бельс. Они уже не думали, как искать каких-то свидетелей по тюрьмам. Они не занимались тем, чтобы искать где-то свидетелей, чтобы дали ложные показания на меня или моих коллег в примаре. То есть в Бельсах мы занимались работой, у нас были какие-то спорные моменты с комиссариатом полиции, но это были рабочие вопросы. И я, как мэр Бельс, и комиссариат полиции до сегодняшнего дня занимались тем, что должны были, наша задача перед бельчанами была организовать качественное предоставление услуг населению. Это примаре со стороны комиссариата, это вопросы безопасности и всего остального. Ты приезжаешь сегодня, преступник со стажем. Валера, может быть, у тебя есть другое объяснение. Я хочу вам сказать, что этот Валера после Падурия-Домнязского нашел меня дома в 7 утра, и у меня есть свидетели, Валера, и ты прекрасно знаешь. Пришел, начал ко мне плакаться, вот так и так, после Падурия-Домнязского уволили. Я тогда находился в Молдавии. Значит, говорит, спайте с моего кубку машин, дипестихотаринг, олункуаси. И Валера еще говорит, да, я качал с пшмидиевра, на сколько, на полгода. Дал ему 15 тысяч евро. Через какое-то время он передает, пусть усатый забудет и так далее. Валера, ты, если пришел к комиссарам для того, чтобы собрать с бизнесменов или с бельчан эти деньги, что со мной рассчитаться, то не надо. Ты эти деньги все равно вернешь. Не вернешь их мне, значит, вернешь их своим трудом. Валера, ты должен был, начиная летом 2019 года, сидеть в тюрьме. И за это время ты должен был уже не просто сидеть, так как держат многих негодяев, как ты, сегодня в тюрьмах. Там сидят и невинные люди, но сидят негодяи, как ты. Где вы сегодня, особенно во время борьбы во всем мире с коронавирусом, ты должен, Валера, шить своими коррупционными пальчиками тысячу две масок в день. Ты бездельничать не будешь, Валера, ты утром будешь просыпаться, получать ткань и будешь шить маски. Решим проблему коронавируса, будешь шить варежки и тапочки. Но ты, Валера, будешь швеей. Я даю свое слово чести и я свое слово держу. Я обращаюсь ко всем нормальным сотрудникам Бельского комиссариата полиции, обращаюсь ко всем бельчанам. Ребят, в наш город приехал просто не то, что не чистый человек, а один из самых главных подонков. Я призываю сотрудников полиции игнорировать этого мудака, я призываю бельчан поддержать акцию, которую я начну в Бельцах. Дадон, забери себе Валеру, ставь его сторожем в кондрице, пусть тебе солит помидоры, пусть тебе готовит щорик, пусть тебе ощипывает курканов. Забери Валеру себе в кондрицу, если он так тебе нужен. Нам в Бельцах и ни в одном городе, республике Молдова, Валера не нужен. Валера должен сидеть, Игорь Дадон. И поэтому ваша эта история, что он сейчас что-то сделает со мной, с Григоришиным, и начнется все то, чем он занимался, устанавливать камеры, как он это делал с Марарь, Наталья, как он это делал у нас в офисе, когда они ходили, пугали людей по стране, чтобы вы знали, дайте показания на Усатого о контрабанде, о том, о сёме и так далее. Валерушка, это не пройдет, плохотника нету, Жора Кавкалюк, такой же, как и ты, и сегодня тебе, Жора, не помощник. А ваш царь Дадон, которого вы сейчас спасаете, и Дадон, повторяю, идет на то, что возвращает полицейского, который фигурант уголовных дел, только для того, чтобы разобраться с Усатым. Валера, ты можешь делать то же самое, как я говорил про другого, сейчас говорить не буду, смотри, дети. Ты можешь только зайти в примарию, максимально допустимая высота для тебя, Валера, 90 сантиметров, и строго под столом делать определенные процедуры. Значит, для того, чтобы укрепить, Валера, тебя как и как-то поддержать, мы начнем добру акцию. Вот я, как бы, первый износ пойдет от меня, я уверен, меня поддержат все нормальные полицейские бюджетники. Вот эти вот одноразовые штучки, Валера, значит, символ твоей коррупции, твоей продажности, того, что ты готов стать подстилкой для того, чтобы занять ту или иную должность, Валера, вот каждый день мы тебе будем приносить коммерцией, таких маленьких дадончиков. Вот, поэтому, вот такие дела у нас, Валера. Я в Кишине, Валер, но я еду в Бельце, я завтра буду. Ты будешь со мной просыпаться и ложиться каждый день. Я тебе просто, мы посмотрим, кто из нас будет выглядеть комиссаром, а кто из нас будет выглядеть терпило. А ты, Валера, таким был всегда, ты же всегда бил из-за спины, ты был просто негодяем и подонком.